Треть жителей Иордании от 18 до 24 лет безработные. Молодежь сидит без дела и без денег. Недостаток рабочих мест влечет за собой ряд других, не менее серьезных проблем, в том числе экстремизм. Развитие темы в нашем сюжете. Это Сабри Машалех, житель Иорданского города Дибан. Он уже четвертый год сидит без работы. Мужчина, как и многие его друзья, закончил местный университет и надеялся устроиться на госслужбу. Вместо этого он каждое утро встает и идет на площадь. Там он вместе с другими требует от властей хоть какую-нибудь работу. Дибан стал местом, где плодится и развивается радикализм. Здесь все больше людей употребляют наркотики. Растет криминал. И всему этому причина – безработица и бедность. Если власти срочно не займутся нашим обществом, вся страна может просто развалиться. Безработица – одна из главных проблем Иордании. В особенности это касается молодых. Всего за год ее показатели выросли с 13 до 14,7%. Среди возрастной группы от 18 до 24 лет ситуация еще хуже. По данным Всемирного банка, каждый третий никак не может устроиться на рынке труда. Именно поэтому, как считают эксперты, происходит радикализация иорданской молодежи. Мы не можем просто попросить этих людей подождать еще несколько лет. Мы обязаны трудоустроить их как можно скорее. Мы не можем позволить себе запустить этот процесс. Экстремизм – это как бомба замедленного действия. С тех пор, как в соседней Сирии началась гражданская война, этот вопрос стал еще острее. Сейчас в Королевстве официально зарегистрированы 660 тысяч беженцев. В действительности эти цифры в два раза больше. Совсем недавно для того, чтобы защитить рабочие места, местные власти запрещали работать мигрантам. И им приходилось нелегально трудиться на стройках или частных хозяйствах. Однако в этом году ситуация изменилась. Ярдания заключила соглашение с Евросоюзом и Всемирным банком. Согласно ему, Оман получил большие денежные гранты и новые крупные проекты в обмен на предоставление работы сирийцам.